Подземный переход на пересечение дачи Троян до сих пор не открыт для пешеходов. И это учитывая, что ремонтные работы здесь начались 8 месяцев назад. Более того, реконструкция, судя по всему, приостановлена. А люди на свой страх и риск вынуждены хаотично переходить улицу прямо перед движущимися автомобилями. Корреспонденты ТВ-8 пытались связаться с притурой сектора и мэрией Кишнева, но получить комментарий по этому поводу нам так и не удалось. Продолжение следует... Ремонтные работы в этом подземном пешеходном переходе начались еще в середине лета. С тех пор пользоваться им люди не могут. И несмотря на то, что прошло уже почти 8 месяцев, кажется, в ближайшее время ремонт здесь завершен не будет. Все четыре входа в подземный переход заблокированы, так что пройти здесь невозможно. Но самое интересное, что в понедельник в 11 утра здесь нет рабочих, которые бы выполняли ремонтные работы. Если честно, мне кажется, тут нет рабочих уже около месяца. Никто не работает. Я не знаю, что случилось с этим подземным переходом. Для меня это не такая уже проблема. Я иду до следующего перехода. А вот людям в возрасте гораздо сложнее. Сколько примерно нужно идти? Около 500 метров. Уже давно нету. То как-то вроде начали, а потом вот это забили досками, и все закончилось на этом. Вот так. Хочется, чтобы было побыстрее. Я не понимаю, почему работы ведутся на тротуарах, а не на переходе. Я думаю, следовало бы завершить этот ремонт как можно скорее, потому что создается опасность для людей, которые тут ходят. Мы пытались связаться с претором сектора ботаника и представителями управления городской мобильности, однако никто не ответил на наши звонки. И это при том, что с этим подземным переходом на пересечении бульвара в даче Троян-Дичевал было связано много обещаний. Около двух с половиной лет назад, во время предвыборной кампании, представители партии Шор настойчиво обещали, что отремонтируют этот пешеходный переход. Затем в примырии Кишинева заявили, что устали ждать и объявили тендер на заключение контракта с компанией, которая займется восстановительными работами. В ответ партия Шор сделала объявление, что они не могут сдержать обещания из-за бюрократии в примырии. Общая стоимость ремонта оценена примерно в 8 миллионов леев.